Обиды. Молитесь за обижающих вас. Матфея, пятая глава. Обидели. Умышленно, случайно, как будто камень бросили большой. Обида сделала тебя печальным, или ты простил обиду всей душой? Обидеться легко, простить труднее. Так кажется порой на первый взгляд, но нет. Прощать легко и тяжелее хранить в душе обиды, горький яд. Обидевшись, лишаешься покоя, и мир из сердца убегает прочь. Обиды, тяжесть среди дня с тобою, и облегчение не приносит ночь. Обидчик для тебя, гость нежеланный, не можешь досмотреть ему в глаза. И помнишь, нанесенные им раны, обидевшись, ты грех на душу взял. Ни радости, ни мира, ни молитвы пустеет сердце и молчат уста. Ты дьяволу проигрываешь битву, когда обиженным решаешь стать. Иисуса люди обижали часто, но никогда не обижался он. И если ты любви Христа причастен, обидчик должен быть всегда прощен. Обида ляжет ли тяжелым грузом на сердце, что спасителю поет? Ты веришь, что принадлежишь Иисусу, так почему обида сердце лжет? Взгляни, перед тобой Христос распятый, который все грехи твои простил. И вправе ли ты обидеться на брата, какую бы он боль не причинил? Когда любовью Божией ты наполнен, в душе твоей глубокая вода. Над камнем брошенным сомкнутся волны, обида не оставит и следа. Нас учит обижаться сила вражья, прощать обиду учат небеса. Тебя обидел кто-нибудь? Не страшно. Страшнее, если ты обидел сам. Не обижай ни делом, ни словами. Какая прядом не была душа? Не бросит пусть рука в кого-то камень. Ни брата, ни врага. И обижай. Обидел ли Христос кого? Ни разу. Он всех любил. Он всех хотел простить. Вручи Иисусу волю, чувства, разум. Тогда Его любовью будешь жить. И пусть никто от слов твоих не плачет и не страдает от жестоких ран. Христос в тебе, а это что-то значит. Он Бог любви, великой и добра. Пусть голос Божий достигает слуха, Что ты умел любить, умел прощать. Учись у Иисуса жить по духу, Не обижаться и не обижать. Аминь. Аминь.